Перестрелка в центре Киева. Отношения выясняли две охранные фирмы. Они не могли мирно решить, кому будет принадлежать помещение с лотерейными автоматами. Есть погибшие и раненые. На месте события работала наша съемочная группа, поэтому все подробности в материале. Такой себе привет из 90-х. В Киеве средь бела дня две группы мужчин затеяли разборки с применением огнестрельного оружия. В результате двое раненых, один убитый. Столкновение произошло в зале так называемых лотерейных автоматов. Все пострадавшие участники инцидента. Медики утверждают, стреляли из травматического оружия, но резиновая пуля попала между ребер и пробила сердце. Там было сразу же на месте. Полицейские говорят, из-за этой невзрачной постройки разборки идут давно. На помещение претендуют два владельца. По версии правоохранителей, стрельба произошла между сотрудниками частных охранных фирм, которых наняли обе стороны конфликта. Решения судей первой инстанции отдают право властности двум разным особам. Была тут одна приватная структура охраны, приехала другая. Отбывался конфликт, полицию не вызывали, аж пока не стало стрелянина и не загинал человек. Погибшему было 35 лет. Еще двое мужчин сейчас в больнице. У одного простреляна ладонь, у другого травмировано лицо. Михаил продавец из соседней лавки мобильных телефонов. Говорит, услышал выстрелы, а когда выбежал на улицу, увидел, как трое мужчин сели в легковушку и скрылись. Тут толпа приехала одна, вторая толпа, постреляли и разбежались. Это было в секунды дело, понимаете? Были просто драки, но стрельбы не было еще. И парень там потом начал догонять, где-то он записал номер машины. Полиция уже задержала убийцу. Им оказался ранее судимый сотрудник частной охранной фирмы. И почти в это же время выстрелы прозвучали у столичного Соломенского райсуда. Ситуация аналогичная. Две группы людей и огонь из травмата. Ранен один человек. В СМИ утверждают, это разборки из-за нелегальной деятельности одной транспортной компании. Личность стрелка устанавливается, его пока разыскивают. Игорь Левенок, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер.